Всем привет! В эфире Констинент. Меня зовут Игорь Пасарский. Сегодня у нас встреча с нашим израильским другом. Это Яков Фетельсон, он автор нашего Констинента и человек, который приходит к нам на эфиры. Ну а между прочим, это и общественный и политический деятель, и человек, который первый среди так называемой русскоязычной алии, был мэром города Ариэля. Ну и его замечательные демографические материалы вы наверняка годами уже читаете, а кто не читал, очень рекомендую. Яков, приветствую вас. Добрый день, рад вас видеть. Спасибо за приглашение. Взаимно. Мы на самом деле, господа собирались встретиться несколько дней назад. Ну вот так получилось. А сегодня записываем этот ролик 29 сентября. И вот в это же самое время происходят события, которые явно изменили некоторым образом, не то чтобы характер нашей беседы, а некоторые факты добавились. Вот с этого мы, наверное, начнем. Да. Вот мы с вами сейчас разговариваем, у нас тут тихо и спокойно одновременно в Йеменском порту Худейде открылся очередной раз ад. Пламя до небес, горят нефтяные перерабатывающие воды там, электростанция там еще так далее и тому подобное. И это ответ на объявление войны нам йеменскими хуситами, которые подтвердили свои заявления запуском нескольких баллистических ракет, что фактически, если учесть результаты, можно сказать, что это еще больше привлекло внимание к израильской системе противоракетной обороны, которая впервые в мире сбивает баллистические ракеты на высоте где-то 100 километров над землей, что может вообще-то послужить очень неплохим дополнением к нашему экспорту в более мирные времена, скажем так. Ну, хорошо. Это приятно слышать, но еще приятнее было слышать буквально накануне, что наконец-то не пуля нашла, даже я бы сказал, а хорошая доля в виде бомб, сброшенных на штаб-квартиру, или что уж там, где уж они свои шабаши проводили, насрала и его обреки. Так вот, их всех, наконец, кара настигла. Давайте мы некоторым образом про это, хотя я понимаю, что и интернет, и все медийное пространство заполнено, тут важно нисколько повторить эти факты, они приятны, мы их можем еще раз повторять, но сколько в ваш взгляд, и вот что вы видите за этим, и дальнейшие шаги, главное, рассчитать. Да, конечно, то, что привлекает внимание, я думаю, в основном специалистов, это что это был не просто сброс коверной бомбардировки на Дрезден, а это было сброшено 83 бомбы, которые последовательно попадали в одну и ту же точку. Почему это было сделано? Потому что бункер, в котором было заседание руководства Хизбаллы, находится на глубине от 60 до 100 метров под землей, под зданием, которое стоит над ним. И интересно отметить, что именно поскольку был такой точечный удар, а это потребовалось где-то 15-16 самолетов, по крайней мере, показывает, какая координация, здание вокруг этого здания, которое пострадало, не было тронуто даже. А там были две школы объединенных наций, там еще что было и так далее. И вот причина, почему это было так сделано, очень простая. Недостаточно бункерной бомбы, чтобы она пробила такую глубину. Поэтому что они сделали? Первая бомба попала в свою точку, там что-то треснуло. Вторая попала в ту же точку, еще треснуло. Последняя уже добила все это дело так, что вот сегодня сообщили, что нашли, наконец, труп насралы, определили это по ДНК и так далее и тому подобное. Это само по себе показывает технический уровень. Но намного важнее, мне кажется, совсем другая история. Дело в том, что 7 октября потрясло нас невероятно. Я даже не собираюсь сейчас говорить, потому что все и так мы знаем, все переживали. И вы в Америке, и мы здесь, и вообще еврейский народ, те, которые чувствуют себя с еврейским народом, израилем, это пережили. И было настроение, как говорят, ниже плинтуса. Потому что как-то так. Как так мы прошляпили такую вещь? Как это могло вообще произойти? И вот сейчас, когда прошел почти год, мы совсем в другом настроении, совсем в другом положении. Выясняется, что при всем при том, что нам говорили «don't» с разных сторон, газу не входить в Ханьюнис, не входить в Рафиах, не входить в Эльфийский коридор, мы обрегли свое старое израильское нахальство со времен Бен-Гуриона. И вопреки всему этому вошли. И сейчас, вот я читал комментарии насчет того, что кто-то там где-то там в ваших кругах очень недоволен тем, что произошло с Насралой, хотя, с другой стороны, очень рад, что поскольку это закрыло определенные счета насчет жертв среди американцев. Те 200 или 300 морских пехотинцев ждали, наверное, там в раю очень долго привета. Они его получили в отместку за то, что было сделано по отношению Клинтона в Байруте. Поэтому тут очень важный момент был восстановление уверенности в себе, что еврейские государства все-таки выполняют ту функцию, ради которой она была создана. Мы можем постоять за себя, и неважно, кто на нас нападает. Это в свое время урок получил Советский Союз в 1982 году, когда 19 противовоздушных батарей с советскими экипажами на них, расчетами на них, было уничтожено за один день. И тогда Андропов созвал совещание Политбюро, где давал по головам тех, кто сделал эту глупость, послать туда советские расчеты и так далее. И второй момент говорит еще о том, что мы должны сделать свои выводы, потому что мы суверенные государства. Я повторяю то, что в свое время сказал бюджетный гурион сенатору Байдену. И, как он тогда сказал, мы справлялись без вас в течение трех тысяч лет, мы справимся и дальше. Я недавно нашел еще одно очень интересное, довольно удивительное для меня, потому что информацию насчет Маши Шаретта, который был первым министром иностранных дел наших, еще до того, как он был министром, потому что разговор его с генералом маршалом, когдашним госсекретарем, был за несколько дней до, за шесть дней до провозглашения государства, независимость государства, где маршал категорически поставил ультиматум. Никакого провозглашения независимости, вы не выдержите двух недель, мы вам гвоздя не дадим, вы от нас ничего не получите. И Шаретт ему ответил, я был очень удивлен, потому что Шаретт считался таким миролюбивым, ну где там по сравнению с Бен-Бурионом и так далее, более взвешенный. Шаретт ему сказал, вы отказались помочь нам даже стальными платами для автобусов. Мы просим от вас только одного, не вмешивайтесь, не мешайте нам. Это 48-й год, 8-го мая. Израиль можно сравнить сегодня с тем Израилем, который тогда еще не был. И Соединенные Штаты на пике своей мощи. Но маршал выполнил свое обещание. До 62-го года не гвоздя не было. И только президент Кеннеди предложил нам, его администрация предложила нам интересное предложение, чтобы мы согласились принять 100 тысяч палестинских беженцев, это 62-й год. И за это нам дадут системы проведения воздушной обороны ХОК. Мы отказались. Переговоры шли где-то до 64-го года, уже при Джонсоне. Это было подписано. Но нам пришлось пойти на уступки. Какие были уступки? Мы пообещали, что Израиль не будет первым государством, которое внесет ядерный элемент на Ближний Восток. С тех пор мы выполняем. Голдомер сказал, что у нас его нет. Но если надо, применим, да. Да и вообще всякие там, я не знаю, Люксембурги, Лихтенштейны так участвуют на стороне Израиля во всяких таких очень неприятных для арабских для арабского окружения мероприятиях, что диву даешься. Как так умеете вы договариваться в Израиле? Ну, я вам скажу, буквально перед тем, как мы начали беседу, я слышал комментарии и впервые прозвучал такой комментарий, что вообще-то на самом деле мы сами неплохо справляемся. И что да, наши союзники, лучшие друзья которые нам помогают и поставки вооружения, что тоже требует отдельного отношения, почему мы пошли на такое направление, потому что до 1974 года мы прекрасно справлялись со своими, там очень французы помогают. Вот, но сейчас это было впервые сказано, что вообще-то мы должны исходить из своих собственных интересов, потому что со всем уважением к нашим лучшим друзьям у них другие интересы. Да, вы упомянули фамилию Байдена в связи с его, ну это уже когда это дело было, встреча с Бен-Гурионом или с... Да он, с кем он только не встречался, я думаю, что он и с Ганзи встречался, и с многими теми, кто уже там 200 лет на том свете, он со всеми встречался, помимо того, что это уже явно не просто хромая утка, но еще человек, ну утративший когнитивные какие-то способности, тут только можно, в этом смысле можно посочувствовать, но, тем не менее, вот очередной раз продемонстрировано следующее, как вы думаете, операция, которая была разработана, не вчера опять же, мы уж про пейджеры можем упомянуть, но тоже уже написали многожды, что это 15 лет разрабатывалось, и к счастью, к счастью, не было утечек, так как не было утечек и в данном случае, почему, потому что любая утечка привела бы к тому, чтобы это самый насрало ходил бы и продолжал бы делать то, что от глагольного от его фамилии на русском звучит, но вот утечек не было, операция была проведена, более того, как пишут, что Натаньяго едва ли не специально улетел, дабы усыпить бдительность вот этих друзей, так называемых палестинцев, но все равно я не могу по-другому их как-то вот так называемые, ну вот еще куда не шло, по-другому их обозначать вроде бы неприлично даже, так вот, а вот что вы думаете на сей счет, вы сказали про союзничество, а кто может быть далее, потому что за этим последуют дальнейшие будут шаги и Израиля, и в том числе администрации, сейчас непонятно, кто вообще у нас правит, но тем не менее, ноябрь вот-вот на носу, а вот далее, что может быть, мы не гарантируем, что придет 45-й и все будет опять в порядке в отношении. Да, я только вам скажу, что помимо обвинений Натаньяу в том, что он посмел пойти на ужин после вступления, вместо того, чтобы срочно бежать в Израиль и тут лично подметать улицы, есть другой фактор, который следует подчеркнуть. Вы правильно сказали, эта операция подготавливалась долго, не знаю, 15 лет, 20 лет, не в этом дело. Фактически нет необходимости создавания комиссии по проверке, что произошло 7 октября для того, чтобы сделать уже один первый вывод. И это тоже очень характерно не только для Натаньяу, но для, скажем так, для лидеров большого значения. Сконцентрировался на основной стратегической проблеме. Вот Министерство обороны там в армии пускай занимаются мелочами, тоже это необходимо, но самое главное это Иран. Это одна вещь. Вторая вещь, если это Иран, то самая первая опасность это Хизбал. Значит, все усилия на то, что подготовиться к войне Хизбалы. То, что вырос в это время у нас под брюще Хамас, не заметили. Не потому, что не видели, потому, что не хотели видеть. Это же мелочи. Я как-то сказал, это напоминает, как человек идет к какой-то цели, к которой он хочет добраться, и он должен пересечь поле колючек. Колючка, кажется, сама по себе это неприятно. Но надо же идти к цели, так ты идешь по этим колючкам. Единственная проблема заключается в том, дойдешь ли ты до цели и пока пройдешь все это поле. И лучше всего это в свое время сказал Арик Шарон, в Израиле мало кто это помнит, я почему-то запомнил, но может быть, потому что я был довольно близок Арик Шарон в свое время. Он сказал по поводу того, что происходило тогда, если не ошибаюсь, это был где-то 78-й год, жидов там духи, не ловите меня на слове. Но зашла речь насчет того, что были споры, что мы такие сильные, даже войну судного дня, несмотря на что выиграли и так далее, и плюс к этому у нас есть то, чего у нас нет и так далее и тому подобное. Арик Шарон сказал, вы знаете, булавками могут вас колоть и капля за каплей вытягивает из вас кровь. И вы ваше то, что у вас нет, не можете использовать на это. И вот мы сейчас получили хороший урок, хороший пример того, как это произошло у нас под ногу. Слава Богу, что самоуверенность Синвара, с одной стороны, и желание показать себя по крайней мере копией Салахаддина, да, там еще, такое сорвало их план. Можете себе представить, что было бы, если бы они совместно ударили, когда бригада Радуана вторглась бы в наше поселение на севере, а эти с юга и так далее, и тому подобное. Я думаю, что одна из причин, почему это не произошло, это не только потому, что не было согласовано, Синвар просто рассчитывал, что к нему присоединяться. Почему я говорю, присоединяться, а не ударят вместе? Потому что насрало вообще-то знал, к чему, что мы на севере готовы намного лучше. И он не решился пойти на этот шаг. И когда Синвар это сделал, он уже вынужден был пойти, потому что иначе потерял бы лицо, что называется. На Востоке потерять лицо это лучше убиться. И вот на этом фоне, когда мы смотрим на это дело, это очень серьезный урок на будущее. И он заключается в том, я вот читал такое мнение военных специалистов, которые говорят там, что мы исходили не из ситуации, какие намерения у наших противников, Хамаса и так далее, а из того, что исходили, какие у них возможности. Конечно, возможности Хамаса, понятно, по сравнению с нашей армией, ерунда. Но намерения не учли. И если бы учитывали намерения, то не сделали бы то, что запретили приказом следить за тем, что происходит в электронной связи в Хамасе. Девочек, которые предупреждали о том, что они видят, их отбрасывали в сторону, говорили им, если вы будете крутить голову сейчас, дальше вы получите это наказание и так далее, и то подобное. Наверху фактически повторилось или даже стало еще намного хуже, чем то, что было перед войной судного дня в 73-м году, 50 лет назад. Тогда тоже начальник военной разведки сказал, что никакой опасности нет и все прекрасно, максимум маневры и так далее, и то подобное. Но тогда, по крайней мере, информация дошла доверху, до Голдемейра и до Машида Яна и до Даду, до генерала Лезер, который был тогда начальником штаба. И они начали принимать какие-то меры. очень осторожные, слишком осторожные. Голда боялась, что Киссинджер предупредил, что никаких поползновений израиль не делал, потому что на самом деле требовалось навести превентивный удар по египтянам и пессилицам, и на этом вся война закончилась бы. И вот решили, так сказать, это первый раз было, когда перешли к концепции сдерживания. то есть мы знаем, что наш враг собирается нас атаковать, но мы ему дадим, пускай он даст нам, а потом мы ему покажем. Но вот этот удар и потом мы ему покажем стоит намного дороже, чем если бы мы не ждали и не были такими паинками, хорошими людьми и так далее, а просто действовали как надо. И это то, что сейчас произошло на самом деле и в Ливане, потому что этот донт был не только по отношению к Ирану, он был по отношению к нам. И понятно, почему. Тут вполне логично. Соединенные Штаты не заинтересованы, чтобы это превратилось в региональную войну, чтобы американские войска были в это замешаны, чтобы это, не дай бог, развернулось потом чуть ли не в Третью мировую войну и тому подобное. Кому это надо, когда есть проблемы с экономикой, когда есть выборы и так далее и тому подобное. Это их интересы, их можно понять. Но на этом кончается моя эмпатия и начинаются мои собственные интересы. Я сейчас говорю, имею на вид говорить от своего народа. Спасибо. Спасибо, не надо. И вот, возвращаясь к тому, что вы упомянули насчет, или мы говорили насчет поставок оружия и так далее и тому подобное, произошла одна интересная вещь. И это отличается концепция Бен-Гуриона на самом деле от концепции тех, кто за ним последовали где-то, я думаю, это произошло во втором правительстве Рабина. То есть, после того, как Ликут проиграл власть в 92-м году, это тогда укоренилось. Прозиция Бен-Гуриона была, я приведу только один пример, который говорит сам за себя. Военная промышленность Израиля развивалась уже с самого начала еще даже в подполье. И одно из первых решений Бен-Гуриона произошло, если не ошибаюсь, в 1960-м году, когда Израиль, знаю, обоснованно, необоснованно, сейчас об этом спорят, оказался третьим в мире государством, которое запустило баллистическую ракету. В 1960-м году. 12 лет всего существования и начали строить ядерный реактор, текстильный завод. И вот я упомянул тот первый договор, когда подписались на американцы о поставке вооружения в 1964-м году. Это было условие, значит, что не текстильный завод, но все равно мы чего не делаем. Это было государство, которое экономика практически только-только начала развиваться, если бы не немецкие репарации, нам бы пришлось быть очень не сладко и так далее. И вот прошла война судного дня. А, нет, еще упомяну такую вещь. Позиция Бен-Гуриона была таковая, что были восстановлены отношения с французами, поскольку интересы совпадали и вместе с французами шли разработки, включая первые ракеты, которые были спроектированы, это было с помощью Франции, включая вся авиация была французская у нас, танковые войска в большой степени были на АМХ французских и так далее и тому подобное. И когда Деголь, поскольку он резко поменял позицию Франции по отношению к рабскому миру и так далее, я тогда когда-то написал на этот счет, что Деголь очень был горд тем, что он вывел Францию из Алжира, он только не заметил, что он привел Алжир во Францию. И вот тогда французы наложили на нас эмбарго. Извиняюсь. И если вы помните все истории шербургских катеров и так далее, то подобное, как отреагировал Израиль, поскольку американцы тогда еще не собирались нам ничего поставлять, договор был подписан, фактически первые американские самолеты Skyhawk поступили к нам на вооружение где-то в 68-м году и танки Паттам. До этого ничего не было. Мы создали свою авиационную промышленность, которая начала производить копию Миража, которая была лучше, чем Мираж, и до сих пор наши самолеты Кфир на вооружении Колумбии и там латиноамериканских стран вполне современная поддержка модернизованная и так далее. Это был один ответ. С Британией у нас тоже возникли неплохие отношения, шли разработки совместной танка Чихтой, был такой очень известный танк в свое время. Когда пришел срок, мы попросили поставить нам эти Чихтаны, сказали, не надо, мы испытали у вас Негива, спасибо, до свидания, вы от нас не получите. Чем это кончилось? танком наркома. Когда Шимон Перес с помощью голосования в один голос свернул проект производства Лави, который считался самым лучшим истребителем того времени, намного лучше, чем F-16 под давлением Соединенных Штатов. Соединенных Штатов были два конкурента, Израиль своим Лави и был японский самолет еще. И американцы естественно для того, чтобы свои интересы вполне понятно пытались это остановить. Договор с японцами заключился тем, что они согласились при условии, что F-16 будет производиться в Японии. То есть говорится, окей, мы идем вам на встречу, но мы сами будем делать эти самолеты. А Шимон Террес уступил и свернул это дело буквально когда шла речь уже о серийном производстве. Это была уже другая политика. Это правда привело к тому, что мы частично потеряли кадры, которые ушли, но большая часть кадров шла в то, что мы оказались впереди планеты всей, это беспилотники. Это другая история. А вот этот наш Лави вдруг каким-то образом получил китайское имя и начал вообще летать в Китай. Так вот сегодня мы пришли к пониманию, что это отношение нашего военного истеблишмента. Зачем нам крутить голову, тратить деньги, здесь нам дороже обходится, поскольку производство у нас все-таки было не слишком большое, требования израильской армии ни в какое сравнение не идут с производством в Соединенных Штатах и так далее. Проще взять вещи с полки, дешевле будет и так далее. Все прекрасно. Единственное, дошли до того, что в 2014 году закрыли единственный в Израиле завод по производству солдатских ботинок. Ну, потому что можно получить от Америки. и мнение, которое очень было распространено и сейчас еще, я думаю, среди многих существует, что без Америки, без ее помощи мы вообще дня не выдержим. Несколько предназначено, предсамое легкомысленное мнение. Почему? Потому что в конечном счете все те, которые сейчас накладывают на нас эмбарго, не называют, так как, скажем, британцы, они покупают наши ракеты, которые лучше, чем то, что есть на Западе, ракеты воздух-земля, рампач и так далее, и тому подобное. Те же американцы закупили наши противотанки ракеты спайк, потому что они намного лучше, чем Hellfire и так далее, и тому подобное. Не буду ходить себе. И вот тут возникает сейчас вопрос другой. Помимо всего прочего, израильская военная промышленность не стояла на месте. И Израиль, если я не ошибаюсь, сегодня где-то на шестом или седьмом месте в мире по объему оборонного экспорта. Причем мы экспортируем вещи, которые в израильской армии на вооружение не поступали. Например, один из провалов у нас это то, что наша артиллерия, которая очень неплохо себя проявляет, она артиллерия 70-х годов, эти американские М109 и так далее, и тому подобное. Но сейчас Дания вооружается израильскими атмосами и обсуждается на мировом оборонном рынке, что Израиль создал гаубицу самоходную, которая переворачивает всего в мире, потому что ее экипаж всего три человека, она полностью автоматизирована, она невероятно маневрена, скорость стрельбы невероятная тоже, и сейчас уже начинают искать возможности ее закупить. И сейчас мы тоже, израильская армия тоже их закупает. Да, ну вы очень много интересного рассказали, я думаю, что ряд этих фактов, не то, чтобы у нас здесь в Америке, нашим зрителям, слушателям малоизвестно, в Израиле не все далеко знают об этом, потому что повторяют в основном то, что пишет ваша замечательная левая пресса, ну как и у нас левая пресса доминирует, так и у вас. Извините, я вас прерываю, я вас поправлю. Левая это не совсем правильно, прогрессивная. Прогрессивная, ну пусть прогрессивная, но они любят мифологию всевозможную, а когда факты, это их несколько коробит. Ну вот, а меня вот, что коробит, когда я читаю, что Израиль имеет право на защиту, на оборону. Вот как только я слышу это, а это слышится повсеместно из кабинетов американской администрации нашей, то бишь европейских странах, и выдаешься оборону, и далее, а что далее, на какую оборону? Вот что надо сделать, чтобы Израиль наконец спросил, а теперь можно ответить? Нет, когда вот собственно Хамас так или иначе готовился к тому, что произошло, и видите, мы буквально накануне этого страшного события встречаемся с вами, ведь будет годовщина вот-вот, и Хамас безобразничал постоянно, но вот право на какой-то ответ надо было и спрашивать. Теперь возникает далее такая ситуация, что с Хизбаллой вот это право вроде никто и не спрашивал, более того, эти бесконечные окрики из Америки были, нет, не ввязывайтесь в эту войну, вы не, ну и так далее, но что случилось, то случилось, Хамас несколько обижен, потому что все с него переключили, в том числе уже чего-то не пишут про эту бесконечную помощь проголодающих, умирающих прямо на улице, дети, все, теперь весь фокус ушел на север и получается, что вот в этом случае очень удобно армии заканчивать свое дело, потому что чем меньше там суются, тем эффективнее они работают, вот только сегодня прочел очередной какой-то жилом квартале туннель там на километр отбомбили, уничтожили, так вот, но ведь каким-то образом все время так маневрируя очень тяжело довести дело до конца, а мы находимся, вы, вернее, в Израиле, находитесь в ситуации, когда бомбы бомбами, но пока Хизбалла либо не будет разбита, либо не будет отодвинута на те самые километры за ту самую речку, то получится, что цель не будет до конца достигнута. Я вам скажу такую вещь, есть иногда фразы, которые когда говорят, они меня приводят, так сказать, в состояние напряженности, вот когда говорят о том, что мы имеем право на самооборону, я тоже вспоминаю заявления некоторых израильских политиков или генералов, как правило, генералов-политиков, которые заявляли не учите нас любви к Израилю или не учите нас, как защищать Израиль. Я сразу понимал, что идет речь о том, что нам предлагают уступить какую-то территорию, потому что науга, мы такие сильные, и вы не учите нас. Так вот, проблема еще заключается тут в том, что это, а, я скажу это так, напомнило мне еще одно выражение, которое Фрэм Кишон, знаменитый израильский писатель, сатирик, написал после Шестневной войны статью, заголовок, который был у нее такой «Простите нас за то, что мы победили». Потому что в понятии, в подсознании очень многих деятелей, даже те, которые искренне считают себя друзьями Израиля, сидит где-то, ну, евреи, ну, вот тоже Кишон написал, вот если бы вы могли нам прислать палатки и валерьянку для нас жертв, так сказать, которые пострадали бы от этой войны, все было вот это в норме. Но если мы набили морду кому-то, да еще и выбили ему все зубы, как это может быть? Это не по-еврейски. Это перекликается, это настолько, что я говорю там об этих политических деятелях за границей. евреи. Что наши евреи говорят? Это Джей Стрит и так далее и то подобное. Как? Мы имеем наглость драться? Это же неприлично. Мы в местечках никогда с гоями не дрались, даже когда они нас били. Потому что у нас высокая мораль и так далее. Я не знаю, такая уже высокая мораль заключается в том, чтобы не давать сдачи и не поставить какой-нибудь ублюдка в страх, чтобы он побоялся даже подумать тронуть нас. Это называется мораль. Я думаю, что мораль Йошуа или Моисея, Ишуа бенун, Иисуса Навида, или Давида, царя Давида, или Маковеев и так далее и тому подобное. Можете продолжить список дальше. Она была намного более моральной. Потому что мораль вообще-то для каждого человека, вот я сказал не так давно по поводу вот этих выступлений несчастных людей, чьи члены семьи были убиты на фестивале Нова или находятся в лабиринтах Хамаса, подземелья Хамаса. Я немножко покопался и обнаружил, что еще Платон, то есть это где-то 367 год до нашей эры, писал на эту тему. Он писал о положении осажденного города, где находятся члены семьи, семьи, члены, которые захвачены врагом, находятся в плену врага. Он написал, надо дать им самые лучшие отношения, самые лучшие условия и запереть, чтобы не было никакого контакта между ними и населением города, иначе население города не сможет выстоять осаду. Начнутся предательства, начнутся и так далее, и так далее, и так подобное. Так вот, проблема не в этих несчастных семьях, а в том, что их используют, выставляют их на фронт, потому что это повышает рейтинг и отвечает интересам некоторых политических деятелей или стоящих за ними финансистов, которые финансируют бешеные деньгами всю эту компанию. А ведь на самом деле это же именно поэтому Синвард до сих пор не сдался. Именно на это рассчитывал покойный Насрала, который заявил, что Израиль это паутина, дунем, и она рассыпется на мелкие кусочки и так далее. Почему Синвард своим восточным подходом должен идти на какие-то стопки, на какие-то соглашения по каким-нибудь сделкам, когда он видит, что на улицах Израиля идут демонстрации, выступают лидеры оппозиции и я не хочу сказать грубо кричат о том, что немедленно надо идти на сделку. Когда спрашивают, а какая сделка? Они не знают, какая сделка, потому что никакой сделки нет. Хватает какой-нибудь кусочек того, что упоминается о переговорах. А, это из-за филодельфинского коридора. Да нафиг нам этот филодельфинский коридор. Мы должны пойти навстречу, сделать сделку, спасти этих людей. Я спрашиваю себя, вот те демонстранты, которые демонстрировали защиту Гелада Шалита и привели к тому, что правительство не выдержало и 26 человек, и 26 министров против трех проголосовали за сделку это, а президент Перес ее подписал. Выпустили 1100 террористов, включая Синбара. И мы получили Гелада Шалита и мы получили 7 октября 2023 года. Я не могу говорить ничего в сторону этих несчастных жертв, их семьи и так далее. Это понятно, можно понять, это жалеть, но я, извините, думаю о себе и о своей семье тоже. И мне хочется спросить, вы что, хотите, чтобы вот эти Синбары, которых вы сейчас добиваетесь выпустить, потом пришли убить меня и моих детей? Так я все новости для вас, они и вас вместе с вашими освобожденными членами семьи убьют. Государство, народ не может исходить из того, что было. Да, еврейская мораль говорит об этом и этим все время поднимает этот лозунг, что мы должны сделать все для того, чтобы спасти наших заложников и так далее, так это было всегда, но при этом забывают другую вещь, что те же самые раввины поставили следующее предложение, если это не угрожает существованию самой общины. Потому что, для того, чтобы было более понятно для людей, которые не очень уникают в историю, понятие рэкет все знают. Если вы идете на встречу рэкетиру, вы начнете с того, что будете давать ему то, что он просит, а кончить тем, что он заберет у вас все ваше бизнес. Это ваша цель. Это очень тяжелая проблема. Моральная и так далее, и так далее, и так далее. И говорят, да, ну вот уже половина там убитых, и так далее. Я говорю, скажите, пожалуйста, а 709 солдат, которые погибли для того, чтобы освободить этих заложников до сегодняшнего дня, их жизнь стоит меньше, чем жизнь вот этих 100 несчастных людей. Это мы не считаем. И вот это очень большая проблема. Да, проблема, ну вы же знаете, в 20-м году появился новый герой в американской жизни, звали его Джордж, Джорик такой, фамилия его Флойд. Вот его жизнь тоже имела большее значение, чем жизнь вообще многих погибших вот в этих всевозможных беспорядках, мародерстве и всему тому, что выплеснулось на улице американских городов. Так и здесь получается, чьи-то жизни важнее, вот жизнь того же Шолита оказалась важнее, чем жизни всех тех, кто потом... Но, тем не менее, тут всегда будет вот то, что вы сказали с Рэкетом, абсолютное правило, оно неизменно. Вступать в переговоры, идти на поводу у шантажистов, это будь то при войнах, будь то при гражданской жизни, ну, когда это связано с отъемом имущества и так далее, всегда заканчивается одинаково, заканчивается плохо на той стороны, которая идет на вот подобные сделки. Когда вообще звучит слово сделка, я понимаю, что наш 45-й президент, которого мы хотим видеть, не скрою, 47-м, он тоже часто говорит слово сделка, но он вкладывает совсем другое содержание в это. Вот как вы думаете, насколько будет зависеть ситуация в Израиле от того, что будет у нас? И насколько вы действительно в состоянии постоянном таком быть, вот как в случае допустим с Хизбаллой, потому что это искренне порадовало, что не просто были показаны зубы, а просто было сделано вопреки новых интересов Израиля. Я вам скажу, тут на самом деле намного больше зависит не от американской администрации, сколько от израильской. Потому что вот этот самый пример, то, что эта игра, которая сделана Танялоу в страшнейшей ситуации, когда демонстрируют, обвиняют его, что он оказывается убийца от этих жертв 7 октября и его руки в крови и так далее и тому подобное. И на этом фоне держаться надо только самое... Он уже ходит с этим сердечным как называется коцевлеф регулирующим работу сердца и так далее. Как он выдержит, это непонятно. Так вот все его шахматные шаги вот эти, которые он провел, показывают, что можно по-другому. И вот тут возникает такая история. Президент Трамп сделал колоссальную вещь. То, что он не только признал Иерусалим нашей столицей, но и перевел туда посольство, что даже его, те, кто его заменили, не посмели это отменить и даже не посмели открыть консульство для палестинцев в Иерусалиме, потому что на это Натаняо тоже поставил очень четкое нет. Донт. Так вот, с Трампом помимо еще очень важный, а нет, это характерный, очень характерный пример, почему я сказал, что зависит от Израиля. Трамп взял предложение, оно не идеальное с точки зрения сионизма, о том, что мы объявляем свой суверенитет на территориях в основном зоны Си, там, где еврейские поселения и так далее, на долину Иордана, еще целый ряд мест, и создается какое-то палестинское образование вроде государства, там, соединенные между собой какие-то клочки констрации и так далее, и так далее, и так далее, и даже предложение, которое вообще в какие-то ворота не лезет, это дать Газе дополнительную территорию за счет нашего энергии. Это, вы понимаете, мы имеем территорию Соединенных Штатов, по крайней мере, и можем отказаться от Аляски, потому что русские говорят, что у них есть права на это. Я уже не говорю про Нью-Мексико, скажем, или Калифорнию. Так вот, это означает такую вещь, что это не прошло, несмотря на то, что это был очень большой шаг. Я даже назвал это очередным шагом исполнения доктрины Бен-Гуриона постепенного, поэтапного освобождения страны Израиля. Потому что Бен-Гурион в 36-м году был готов пойти на предложение Лорда Пиля создать еврейское государство на территории 4,5 тысяч квадратных метров. Как ты согласен на это? Он говорит, это только начало. Мы создадим армию, мы создадим экономику и мы освободим всю нашу страну либо дипломатическим путем, либо другими мерами. И он показал это. Потому что даже когда объединенные нации утвердили нам возможность создать из трех клочков государства на территории 14 тысяч километров, в течение года они превратились в 21 тысяч километров. А потом в 56-м году когда была операция в Синае и мы взяли Синай, Бен-Гурен даже выступил с речью в Кнессете и сказал, что мы возвращаемся к временам израильского царства, державы, израильской державы. Но правда его заставили убраться, Эйзенхауэр не мог допустить такую вещь, и как он потом то ли он, то ли кто-то из его помощников говорил, допустил колоссальную стратегическую ошибку, потому что заставил нас выйти из Синая и даже из Газы, хотя Газа вообще-то не принадлежала Египту, и это до сих пор непонятно, почему они заставили оттуда уйти. Мы правда получили за это самое подтверждение того, что мы имеем право проходить через Тиранские проливы Красной моря и так далее и тому подобное, но вот сейчас мы пожинаем влаги того, что мы не пошли дальше в этом направлении, ведь когда после шестни войны опять Синаи оказался в наших руках, так я уже даже не говорю о Синае, даже Иудеи, Самарии, Голландские высоты и так далее, это были предметом для торговли, потому что израильское правительство Эшкола уже думало совсем по-другому, чем думал Бен-Гурион или Голдемейер. Они после него это было, потому что я вам скажу такое, тут сталкиваются две стратегии еврейского народа, одна стратегия, эта стратегия начинается с Моисея, иди из своей страны и построи обетованную страну, свое государство обетованной стране, и так далее. Это была одна стратегия, одна стратегическая цель, а ответом ему была другая стратегическая позиция в еврейском народе. В Египте у нас была каждый день чечевичная похлебка, и даже рыбу на праздники давали. Чего ты крутишь нам голову, там, в пустыне нечего будет кушать, и так далее, и так далее. Вот эти две стратегии сталкиваются. Стратегия суверенности, национального самосознания и стратегии выживания. Давайте как-нибудь устроимся, так далее. И вот так мы две тысячи лет устраивались. Пример, может быть, один из последних примеров, это было восстание Ваковеев, когда пошли против мировой державы, и так далее, и так далее, и победили, хотя, казалось бы, невозможно. Так вот, у нас начала превалировать эта теория выживания, может быть, она связана, опять-таки, знаете, с чем я скажу парадоксальную вещь? С колоссальным успехом Израиля. И с точки зрения экономики, с точки зрения обороны, промышленности, науки и так далее. Ведь совсем недавно, когда были рейтинги государств, 190 с чем-то государств по мощи, то есть мощь, которая имелась в виду влияние на международные отношения, военная сторона, экономическая сторона, Израиль был на восьмом месте в мире. Это вообще ему непостижимо. И вот на этом фоне тут очень хорошо можно использовать одно слово, очень неприятное такое, русское, но очень точное. Зажрались. Так хорошо было. Евреи всегда недовольны, это, собственно, одна из причин, почему мы всегда развиваем новые вещи, и двигаемся, потому что мы всегда приходим к выводу, что все это никуда не годится, и нам нужно срочно что-то изменить, что-то придумать, что-то переделать и так далее. Отсюда и участие в революции в других странах, за что нас тоже очень любят. Мы подобные. Но сейчас мы пришли к моменту, и это объясняет вот это поведение военного истеблишмента, юридического истеблишмента, академического истеблишмента в гуманитарных науках, потому что теория Ката Леопольда. Давайте жить дружно. Все же хотят хорошего будущего для своих детей, хорошей приятной жизни, симпатичных туристских поездок и так далее и то подобное. Если все так думают, так же можно договориться. И поэтому выступает, Линкен говорит, что только дипломатическое решение может решить. Интересно, какое дипломатическое решение он попытался предложить во время Второй Мировой войны, где бы он оказался с своими предложениями. А я уже не говорю о том, где бы оказались те, кто предложили бы послать в Дрезден или в Берлин при осаде гуманитарную помощь. Я думаю, что они даже не сидели бы в тюрьме. Их бы расстреляли бы тут же. От нас это требуют. И вот тут вопрос заключается в том, насколько мы выстоим. Трамп, он бизнесмен. И он очень быстро реагирует на происходящее и меняет свое мнение в соответствии с этим. Это большой плюс и большой минус. Опять-таки, с какой стороны ты находишься. Потому что если ты не готов за себя постоять, если ты отказываешься выполнять или не выполняешь элементарные условия блока НАТО, что каждый член должен по крайней мере 2% бюджета выделять на оборону, так вы знаете, голубчики, почему мы, Соединенные Штаты, должны это делать? Почему мы должны нести в своем горбу все то, что вы не хотите делать? И вы неправильно поняли. О, какой ужас, он подрывает НАТО. Не подрывает НАТО, он заставляет вас прийти в себя и понять, что если вы сами за себя не будете стоять, то какого черта за вас стоять? Если вы готовы проглотить, и, кстати, Европа начинает понимать это благодаря, если можно использовать такое слово, или из-за войны в Украине. И дошла даже до такой немысленной вещи, что заявили, что в свете того, что Трамп угрожает прекратить помощь Украине, Европа уже сейчас начинает брать это на себя. Политика Трампа оправдала себя, даже если она так не называлась. Так вот, если Израиль не будет готов стоять на своих интересах, если Израиль, например, сейчас не заявит, что то, что в течение 75 лет с ливанской территории мы каждый раз получали удары по нашему северу, и это дошло до того, что произошло сейчас, голубчики, всему есть цена. то, что граница между Ливаном и Израилем была установлена двумя империями, французской и британской, которые меньше всего думали о жителях этих территорий, этих государств, это что, обязывает нас? Или, может быть, обязывает нас, что мы не хотим, чтобы та территория, которая топографически доминирует над нашей Далиле, чтобы она была в руках у врага, который в течение 75 лет показывает, что он бран. И сейчас 70 или 80 тысяч наших жителей вынуждены были бежать оттуда. Ответ это не создание зоны безопасности, как был в Южном Ливане. И даже не летание на самом деле. Это возвращает меня к мудрости отцов сионистского движения. Потому что в 1919 году, когда начались обсуждения, как делить Турецкую империю, Татуванскую империю, лидеры сионистского движения представили свою карту для еврейского национального дома. Знаете, где проходила граница с тем, что сейчас Ливаном? Она начиналась чуть южнее Сидона, средиземном море, подымалась над рекой Загорани, шла на высок до так называемой Хиджасской железной дороги, спускалась с ней понизу до Акабы. Я мог бы показать эту карту, к сожалению, надо было мне подумать и предоставить ее вам. Так вот, там, на этой карте, помимо того, что граница находится на Загорани, я проверил, в чем дело и подумал, господи, это примерно 50 километров от нынешней границы. Вы знаете, какой радиус действия градов, которым обстреливают Галилею? До 45 километров. То есть, если бы была бы наша граница на Загорани, то основная масса этих 150 тысяч ракеток, которые нам говорили, ничего бы не стоило. Потому что абсолютное большинство из них, это именно вот эти грады, там, и разного типа такой ракеты. Есть не очень большое количество баллистических ракет, которые имеют дальность намного больше. Кстати, когда нас пугают этим, я спрашивал себя, а почему люди не обращают внимание, сколько баллистических ракет типа «Искандер» или как он называется, ну, неважно, вылетело из головы сейчас название. Есть у России, которая использует против Украины, и выясняется, что самая большая атака была аж 100 ракет, и после этого ее больше не было. 15 ракет, 10-20 таких из баллов больше таких ракет, чем у России, это же анекдот. Так вот, вопрос заключается в том, если посмотрим на прецеденты, агрессор, который на тебя напал, расплачивался потерей территории. Мне кажется, что Эльза Слатарингия во Франции она не совсем французская вообще-то. Или напомните Техас, Нью-Мексико, Калифорния, Плорид, да. Ну, так вот, и здесь, и был очень интересный президент, одна из самых больших защитников Хизбалла, сейчас переживают так в Кремле, там, это Россия. Россия в 1939 году начала войну против Финляндии, после того, как Финляндия отказалась пойти навстречу и снять свою границу, отодвинуть от Ленинграда на 150 километров. Хотя тогда Советский Союз предлагал дать замен что-то там в районе Карелии и так далее и так далее. И Советский Союз напал на Финляндию. Финны очень жестко защищались, геройски защищались, но тем не менее потеряли 43 тысячи квадратных километров, полмиллиона финнов вынуждены были бежать в Финляндию. И граница была сдвинута и был подписан мирный договор, который признал эту границу. И не только финны признали эту границу, но и все мировая общественность признала. Ну как же, договорились, так используя вот этот прецедент, кто мешает нам потребовать, чтобы вся эта территория была очищена от шиитского населения, потому что там в основном сегодня шиитское население, и граница наша сдвинулась на реку Заварань. Я могу сказать, а это невозможно, и так далее. А кто мешает поднять вопрос? Мы на Ближнем Востоке и торговлях. Мы не знаем, закончится это на Заварань или закончится на Льльтане. Но то, что у нас сейчас открытую начинают говорить о том, что необходимо Южный Ливан превратить в такую зону безопасности, я даже написал пару дней тому назад, что вообще у нас есть другое предложение, которое не насчет Ливана, а насчет газа. Такое предложение генералов, если вы слышали, генерал Георг Айленд, один из ведущих генералов со временем, он даже был представителем комиссии по национальной безопасности премьер-министр в свое время, совсем не член Ликуда и не сторонник Натаньяу, он и еще целый ряд генералов подали предложение о том, чтобы поставить ультиматум в течение недели, двух, все оставшееся население севера полосы Газы, включая город Газы, перейдет по коридорам на юг, получив гуманитарную помощь, и вся эта территория будет очищена от населения, будет объявлена закрытой военной зоной. А кто сказал, что этот же самый проект нельзя использовать в Южном Ливане? И я говорю, когда мне спросили, как же так? Я сказал, знаешь что, очень простой вопрос, на границе с тобой есть население, которое тебе враждебно, и когда говорят, что силы Хизбал должны уйти, забывают одну простую вещь, силы Хизбал это жители Южного Ливана. Эти солдаты это мужчины, которые живут в домах, в фермах, в городах Южного Ливана. Так вот, если их там не будет, будет безопаснее граница или нет? Как говорил товарищ Сталин, есть враждебное население, есть проблема, нет враждебного населения, нет проблемы. Я извиняюсь те, кто не любит Сталина, я тоже его не люблю, но иногда он говорит правильные вещи. Ну, да, к сожалению, вспоминаются некоторые крылатые выражения, что дозволено Юпитеру, не дозволено мы знаем это. Естественно, его заявление, что гибель одного человека это трагедия, гибель миллионов это статистика. Статистика, да. Поэтому половина миллионов беженцев из Сирии это статистика, а сотня арабских террористов где-нибудь это проблема. Это да. И, скажем, конечно, вы предвосхитили тем, что вы сейчас рассказывали мои вопросы на эту тему и все же последний короткий вопрос и мы уже будем заканчивать, ждет так же короткого ответа. Вы верите в то, что и со стороны Газы может быть то, что вы сейчас сказали, процитировав политика, и то же самое случится на севере. То есть Израиль будет в состоянии обезопасить себя на достаточно длительное время. Навсегда мы не говорим, это смешно, на длительное достаточно время. Вы знаете, и в Газе, и в Ливане это похоже и не похоже. Потому что в Ливане есть решение другого порядка. Если мы наконец исправим то предательство, которое сделал наш премьер-министр Барак в 2000 году и восстановим связи с христианами, с суннитами, с друзами в Ливане, мы можем помочь им вернуть Ливан ливанцу, убрав оттуда шиитов. То же самое и касается друзов на юге Сирии, когда сейчас были обращения к нам с призывом помочь им, потому что Хизбалла и там действовал, в иранские части, а там было в свое время в 24-м году по 44-й год государство Джабель Друз, государство друзов. Иголь Алон в свое время предложил во время войны судного дня помочь друзам восстановить свое государство. С Газой другая история. То есть тут я могу продолжить еще упомянуть курдов и так далее и тому подобное. У нас есть реальные союзники, которых, если мы их поддержим со всей нашей мощью, могут добиться создания своих национальных государств, и это создает нам совершенно другую картину ближнего с Газой другая ситуация. Тут я вам процитирую не кого-нибудь из сионистов там или, а израильскую журналистку, известную своими ярыми пропалестинскими взглядами, Амира Хаз, она публикуется в газете АРЦ, она выступает в Америке тоже иногда, она написала сейчас такую статью, которую написала, неужели не найдется никого из президентов, королей и так далее, которые заставят Египет открыть границу и принять этих несчастных беженцев, потому что невозможно находиться на этой территории, и если они нам говорят о том, что вернуть их куда? В развалины? Вы их предлагаете вернуть, там же невозможно жить, и между у них возникает тогда дилемма, либо уйти куда-нибудь и жить нормальной жизнью, или быть героями во славу, так сказать, палестинского сопротивления, большинство не хочет этого, большинство хочет жить, вот сейчас были результаты опроса, которые арабы провели в Газе, 49% населения Газы хочет уехать из Газы без всякого ожидания, что с ней произойдет, не важно, кто победит. И вот тут я хочу сказать еще одну вещь. Вы помните 69-е, нет, вообще-то 70-е годы, начало еврейской борьбы за право на выезд из Советского Союза? Нас поддерживало больше всего Соединенные Штаты Америки на основании того, что у каждого человека есть легитимное право выбирать, где он хочет жить. И благодаря этому в большой степени мы победили. Сейчас Соединенные Штаты Америки говорят, ни в коем случае арабские беженцы не имеют права выходить из своих разгромленных территорий, и они должны ожидать там, когда кто-то придет и восстановит там, и так далее, и то подобное. Оценки шли 90 миллиардов долларов восстановления и так далее. И эти люди, которые заявляют занимать высокие посты в государственной секретаре Соединенных Штатов и так далее, понятия не имеют, что такое построить дом, понятия не имеют, что такое для семьи с детьми жить в развалинах, в палатках и так далее, и ждать, когда-нибудь через пять лет, может быть, у нее будет своя квартира. И вместо, если они кричат о гуманитарной катастрофе, так, пожалуйста, введите в действие тот орган Объединенных Наций, который предназначен для этой цели. И это не УНРА. Это комиссариат по делам беженцев, который занимается, если не ошибаюсь, сегодня 110 миллионов беженцев в мире. И какая основная программа у них? Помощь переселению в нормальные условия в другие страны. И есть целый ряд стран, которые были готовы пойти на это. Даже Канада была готова. Сначала 500 человек принять, потом 5000 человек принять. И они говорят о том, что Канада должна всех принимать и так далее. Но, по крайней мере, дать им возможность такую. Яков, тут я вынужден вмешаться. Спасибо большое. Пусть западный мир живет, все-таки доживает, может быть, но без вот этого населения. Есть много арабских стран. Вот первый вопрос. если возьмете тот же самый Катар, в котором население достигает двух миллионов человек, из них только 300 тысяч граждан этой страны. Так пускай не поменяют пакистанцев и такими филиппинцев на своих братьев суннитов, кстати говоря. Кстати говоря, спасибо большое за сегодняшний интересный разговор. Надеюсь, что у нас будут опять достаточно хорошие и приятные поводы для встреч. Чаще бывает, что что-то наоборот трагическое происходит, но вот в этот раз нам повезло. Поэтому будем надеяться, что и далее так будет получаться. Господа, вы... Так получаться, потому что Господь Бог полагается на тех, кто полагается сам на себя. Это прежде всего. Вот именно. Ну, вот на этой замечательной ноте мы закончим. наших зрителей и слушателей благодаря им, кто участвовал тем, что был с нами этот час. И всегда призываю вас к тому, чтобы вы подписывались на наш канал. Не забывайте про тот самый колокольчик, потому что важно. Вы будете тогда получать вовремя уведомления и соответственно встречаться с нами, кто ведет программы, с нашими уважаемыми гостями. И я думаю, что в преддверии особенно Нового Года Еврейского, Рошана, мы, конечно же, уже начинаем постепенно, но поздравлять вас с этим замечательным событием и желать вам как по традиции сладкого счастливого года. Яков, мы уже увидимся после Нового Года. Можно добавить еще одну фразу, которую у нас принято говорить, чтобы ушел этот год своими проклятиями и пришел горд со благословением. Чего желаю лично вам и всему нашему народу. Спасибо большое. До новых встреч. Всего вам доброго. Всего доброго. Тоф, сколько у нас